Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Вот у нас есть такой ресурс, православный библейский сайт во свете Библии. Очень богатый, тут много книг наших, и стихи, и фото, и звук. 50 книг, только аудио насчитанное. И вот здесь самое ценное, как я считаю, 4124 ответа на вопросы, разбито на 55 папок. Так, вот, сейчас у нас мы пошли в седьмой пункт, считай, взаимоотношения. Его нажмешь, вот я нажал его, сразу появляются вопросы, какой том, откуда взято. И так, дальше, а то ты дальше еще не закончил, дальше, вот эти вот два закончились, взаимоотношения. Ткнешь с него, появляется ответ. Вот я по ним уже поработал тут, сейчас будем. Итак, вопрос 532 к римлянам, послание 12.18. Это мне вопросы задают, когда я вел занятия в университетах разных. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире, со всеми людьми. Значит, возможно, не со всеми быть в мире, а как же возлюби врагов своих? Ответ. Это всего лишь пожелание того, кто сам был. Ах, как со многими не в мире. 40 киллеров в государственном масштабе готовились стереть Павла. Деяние 23.12.14. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвую заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». 2 Коринфянам 11.32. Ну, со всеми в мире. Он сам в мире был с ними? Ну, ясно, дело. Какой мир-то? В Дамаске областный правитель царя Ареты стерел город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Псалом 119.7. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Со своей стороны, христианин делает все возможное, чтобы возвестить людям мирное учение Христа. За реакцию слушателей мы не отвечаем, но приемлем ее, как данность, прося Бога умягчить сердца врагов и пролить на них милость, да не погибнут они во гневе. Вот и все. Вопрос 533. Вы говорите, что злые люди не могут делать добро. А как же преступники? Многие из них любят детей и одновременно грабят и убивают. Разве люди бывают только добрые или злые? Ответ. Сирахов 14.7. Если он и делает добро, то делает в забывчивости и после обнаруживает зло свое. Исаи 5.20. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горьке почитают сладким и сладкое горьким. Иаков 3.11. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Матфея 7.11. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Матфея 12.34. По рождении ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Как вы можете говорить доброе? Так они злые преступники. Ну как? Они матерятся и все преступники. Матфея 7.17.18. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не может. Не дерево худое приносит плоды добрые. По-человечески они будто бы ладно любят детей своих. А кого готовят? Да таких же преступников блудниц. Лукаш 16.15. Он сказал им. Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Вот здесь ответ. Преступник не может любить чистой святой любовью ребенка. Худое дерево приносит и плоды худые. Его любовь к ребенку преступна и развращающа. Они не могут творить добро в чистой виде ради славы Христа. Как и колдуны, ворожей, экстрасенсы, врачу и одно повреждает другое. Вопрос 534. Какой том? Не знаю. 1 Коринфянам 11.3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. А разве жене Бог не глава? И она разве не может обращаться непосредственно к Богу? Вопросы. Ответ. Дело доходило до того, рассказывает, что на одном из соборов оставился вопрос. Есть ли у женщины душа? Ибо в Библии нигде об этом прямо не говорится. Большинством в один голос было решено, что у нее есть душа. Из чего состоит мужчина? Вопрошает писатель. И отвечает. Души, тело и паспорта. А из чего состоит женщина? Тело, паспорта и платья. Бог глава всем. И когда говорится о мужчине в обращении, то почти всегда подразумевается с ним вместе и женщина. Бытие 1.27. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Только для женщины на молитве нужен знак, чтобы его видели ангелы. 1 Коринфянам 11.10. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Женщина должна молиться с покрытой головой. Из житий святых известно, что даже священники обращались с просьбами к женщинам, как Зосима к Марии Египетской, чтобы она помолилась о них. Нам очень трудно постоянно помнить о том, что душа не имеет пола, и мы видим перед собой только внешнюю оболочку, хижину, в которой обитает душа. Но эта хижина дает тон, настрой, вкус, и ее только принимают во внимание, забывая о душе. Вопрос 535. Знаю человека, который обещал в молитве Богу не жениться, но встретил девушку, полюбил ее. И что теперь посоветовать ему делать? Вот видите как. Притом это неоднократно, в разных позициях. Матери приходят за детей. Ко мне подходили, ходатайствовали. Он был в Афганистане, ну и в такое трудное очень положение, и он дал обещание не жениться. Ну а сейчас вот они приходят на занятия и меня спрашивают. Да. Ответ. Притча 20.25 Сей для человека поспешно давать обет, и после обета обдумывать. Сираха 18.22 Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывая оправдания до смерти. Вот так. И Кристиаст 5.3.5 Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Числа 31.3.16 Если кто даст обет Господу или поклонется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и проволчит от отец ее, то все обеты ее состоятся. И всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Как мудро все-таки было. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее... То есть еще в детстве она там приняла в доме отца. Или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав, промолчит, то обеты ее состоятся. То есть обязана теперь выполнять. И зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Вот они там что-нибудь такое, не по постели. Если же муж ее услышал, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее. И Господь простит ей. Ох как! Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою склятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее услышал, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты, ее и зароки, души ее, не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Ох как! Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Ох как! В истории израильского народа случилось, что царь Саул дал совершенно неразумную клятву, обет во время сражения с велистимлянами, не вкушать в этот день, дабы одержать победу, под страхом смерти. Но об этом не знал его сын Иоаннафан, и вкусил, а через Иоаннафана как раз и была и добыта победа. После окончания сражения вопросили Бога, но Бог не отвечал, и была найдена тому причина – нарушение обета. 1 Царств 14.43-44 И сказал Саул Иоаннафану, «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан и сказал, «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». «Я отведал немного меду, и вот я должен умереть». Михаил Юрьевич Ильермонтов взял эти слова эпиграфом к стихотворению Мцири, послушник по… По грузинским, Мцири. А, который сбежал из монастыря, немного вкусил свободы, и теперь умирает. Я спрашивал о значении этого эпиграфа сотни учителей, завучих директоров школ, и ни один из них не мог не только перевести, но и дать смысл этого эпиграфа. «Вкушая, вкусих мало меда, и си аз умираю». По-славянски там и написано, потому что в то время перевода на русский язык не было еще. Святой Иоанн Златоуст разъясняет о событии с Саулом, рассуждая так, что дьявол через клятву Саула бросает на него удавку, петлю, и захлестнул его мертвой хваткой. 1 Царств 14.45 «Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умер он». Народ изрекает свое слово. Это тоже клятва. «Жив Господь!» И через эту клятву дьявол бросает вторую удавку уже на народ. Теперь в любом случае одна из клятв должна быть нарушена. Святые отцы абсолютно безоговорочно и однозначно против клятвы. Сегодняшний обет должен быть в присутствии священника, как обет монашества. Но если обет даан и в менее торжественной обстановке, то и тогда нужно его исполнять. Нужно побыть у епископа, и он пусть решит, можно ли считать бывшее обетом. Царь Ирод с клятвой обещал даже до половины царства. Иоанн Златоуст насмехается над безумием пьяного тирана. Кавычки открыты. «Молись, чтобы она не стала плясать еще раз, и ты не бросил бы вторую половину царства, и пойдешь нищим. А если бы она попросила твою голову, Ирод, выпонял бы ты клятву?» Итак, Ироду следовало нарушить свою клятву и претерпеть за это, нежели умерщвлять пророка. Обещавшийся не жениться, должен пойти на исповедь и рассказать священнику, чтобы он разрешил его от обещания. Но лучше, если он останется по слову апостола Павла 1. 1 Коринфянам 7, 27 и 29. «Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался без жены? Не ищи жены. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие». Вопрос 536. «Какая разница между судом и осуждением? А то люди на всякое обличение говорят, не суди, да не судим будешь». Ответ Иов 36, 17. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки». Суждение есть рассуждение, рассмотрение для выяснения и понимания. Оно необходимо в каждом деле. Антоний Великий ставил его превыше всего. Так, рассудительность важнее поста, молитва и милостыни. «Правильное суждение, как совета Аксакалов. И доступно всем, кто ищет совета». Притча 11, 14, 15. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Путь глупого прямо в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Притча 13, 10, 15, 22, 19, 20, 21, 30. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Нет мудрости и нет разума и нет света вопреки Господу». «Нет света или совета?» «Нет совета, вопреки Господу». «Осуждение вынесения приговора, который не всегда бывает верным, а если бывает верным, то не во всей полноте, ибо только Бог знает, чем вызвано было то или другое действие». Евреям 4, 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча в уедоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». 1 Коринфянам 2, 11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Поэтому Бог называется судья праведный, а люди наречены судьями с неправыми мыслями. Осуждение есть фактический приговор, последняя инстанция и, как правило, без права апелляции. В данном случае нужно сказать «руки прочь». 1 Коринфянам 4, 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Мы видим человека согрешающего, но не видим чекающегося, и поэтому часто своих осуждений вьем по пустому месту, то есть судим вчерашнего, а не сегодняшнего». 1 Коринфянам 14, 4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Канонизация святых есть фактически преступное занятие, обратная сторона медали осуждения. «Христос еще не воссел на престоле судьи, а грешные люди в клобуках и митрах самовластно записывают в книгу жизни, кого желают. Зачем? Кто дал право?» 1 Апостольская церковь канонизировала только мучеников за Христа, все остальное от гордыни, под маской религиозного благочестия. Матфея 25, 31-35. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Люди весьма заблуждаются, и только по двум причинам» – Матфея 22, 29. Иисус же сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божией». «Всюду и везде смертельно опасно незнание Библии, священного Писания, незнание силы Божией, что Он есть Судья Единый, имеющий подлинное знание сердца человека». 1 Коринфянам 2, 11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия». «Бог сказал сурово, не судите, престол судей вакантен до суда, там не от наших вздохов и на эти канонизируют на нет и да. Нам смертным не дано проникновение в чужую душу, в замыслы, в потемки, спросонок субъективно наше мнение, не сердцевину зрим, а с резкой емки. Но Бог придет, глядя на облаках. Земля, развернутая карта полигона, наш неоконченный последний полушаг, на полпути и пуля из патрона. Все окончательно, физически, навечно, от изначальной цели и сомнения, на всем печати Божией помечено, не сбывшееся даже, тем не менее. Да, как мы любим Господа и Иисуса, Его словам, насколько твердо верим. Синод и Папа, как тогда спасутся, когда хозяин встал, закроет двери? Борьба тысячелетий за главенство. Наместники, викарии Христа, один судья здесь, на судейском месте, над огненной рекою нет моста. Там не листают книг канонизаций, процесс для всех, все заново, сначала. Сегодня дым надмение все застил, в порту с неправдой баржи у причала. Настойчиво нас судят столько лет, седые старички в тиарах-митрах, слезящимися глазками, то да, то нет, рисуют нимбы на кривых пупитрах. Развейся, наваждение, комарьё, суд не настал, сокройтесь, не дурите. Канонизация есть выдумки, враньё, в той огненной реке вы не сгорите. Игнатий Лапкин, 10.05.02 год. Вопрос 537. Как в наше время являться... Кто? Кто в наше время является врагами, которых можно накормить? Ответ. В настоящее время, при таком изобилии всего, когда выбрасывается вагонами хлеб на помойке, это невыполнимо. Здесь полагается предел ненависти, которое и естественно, и свойственно человеку. Сразу же прочесть ему хвост и в гриву 108-й псалом. Но уже в Ветхом Завете лучи любви и примирения одолевали все остальные чувства, просвещенных Духом Божьих людях. Притча 25.21.22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Иоанн Златоуст растолковывает это место так. Бог снисходит до нас и не препятствует удовлетворить чувство мести. Только дает орудие мести иное, чем мы предполагаем. Как бы говоря так, ты желаешь ему сделать зло, испепелить его? Я согласен и помогу тебе в этом. Но только не делай это через хлеб и воду. Но только делай это через хлеб и воду. Постепенно это чувство мести пройдет, когда ты будешь видеть, что враг уже уничижен и стоит с протянутой рукой, просит хлеба из своих развалин. Но навык творить добро в тебе сохранится. И постепенно ты будешь делать это добро уже с иным чувством. Не горящие угли собирать на него, но охладить жар воспламененной души врага. Интересы наши разные-разные. Одинаковыми и не могут стать. Любят спать беспечно и праздные. Рано им не хочется вставать. Бог же любит душу напряженную, вежда и ланитой и стомленная. У мужей скандалы часто с женами, черепахой, рохлей и скулемою. Муж любой желает инстинктивно быть главою, сверху и начальником. Послушанием женам так противно, власть стремятся захватить ночами. Интересы кошки-мышки разные. Покупатель-продавец, противники. Цель своя у каждого опасная. У распутной девки и у схимника. Можно ли учесть все интересы, сделать цель обоим одинаковой? Женихи и юные невесты с тещами не грызлись бы собаками. Если будем все искать небесного, Правды царства Божия усилена. Но приставка «кабы» — «эх бы», «если бы», «захотел» — исполнил бы, как миленький. Все мы ежедневно подбираемся к смертоньке, к могилке до курганчика. Так зачем же спорим, воем, лаемся, тычем по привычке паяльник, пальчиком, но паяльник. Виноваты все, обида пенится, слушателей ищем и жалейщиков. На огонь презрение поленницы, потушить, простить воды маленечко. Интересы все к ногам Иисуса, перемириться и прощенье полное. Из-под лоби не смотреть, не кукситься, перед Богом и без правды голые. Откровение 19.8. 14.05. Вопрос 538. Кто считается ближним? Ответ. Этот вопрос задавали Христу, и Он им рассказал притчу о милосердном Самарянине. Лука 10.29 и далее. Ну, далее зачитывается Писание, я покажу, чтобы легко было засчитать. Притча такая. Но Он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Ну, и вот он ему показывает Самарянин, поднял его, привез так. Согласно этой притче, ближний тот, кто заботится о нас, помогает нам, спасает нас. Более глубокий анализ показывает, что ближние наши – все те, кто принял участие в нашей жизни. Хотя бы однажды возьмите в руки чистую тетрадь и подробно опишите, с чем вы соприкасаетесь, с какими вещами и в течение одного дня. Кто изготовил эти вещи, облегчающие вашу жизнь? А ведь это все помогает и сохраняет нашу жизнь. Что самое необходимое для нормального существования? Свераху 29.24. Главная потребность для жизни – вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу. Расшифруйте слово «вода» и как она вам попала в рот. Это и экология, и водозабор, и водоканал, ремонтные бригады, слесарь. Кто отливал эти трубы и копал траншеи? Кто изготавливал посуду, из которой мы пьем? Это рудники, плавильные, доменные печи, продавцы, и всюду задействованы были деньги. А это казначейство, бумага, лесоруба, охрана. У нас не достанет ни времени, ни бумаги, чтобы все перечислить относительно хлеба, одежды. Много различных видов и жилья. И это только в телесном плане. Скажем себе честно, что многое, из чего мы пользуемся, сами мы не умеем делать ни дороги, ни машины, не вырабатывать электричество и ничего подобного. Многие, многие из нас умеют только пользоваться готовым, переводить добро в навоз, и из самих себя готовят роскошную трапезу червям. И в самом погребении, сколько еще людей будет задействовано для нашего блага. А если начнем рассуждать о душе, о всех, кто принял участие в нашей жизни, то поистине все 6 миллиардов жителей или близкие мои, или близкие близкие моим. И на ком можно заранее поставить печать, он не ближний мой, я не буду любить его. Вспомните роман Виктора Гюго, 93-й год. Как во время пожара двоих детей спасает руководитель восстания, гроза всей Франции, тем самым выдавая себя. Не ущемляйте себя в распространении любви, и уста свои наполните непрерывной хвалою Богу. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Ну если человек-то все знает, тогда легче благодарить. Но как за все благодарить, когда что-то ты понимаешь не так? Так, 43 еще две минуты. Вопрос 539, Евангелие от Марка, 12.31 Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше стих заповедей нет. Что значит, как самого себя? Ответ. Странно, за 40 лет своей жизни, как я осознательно уверовал во Христа, не слышал ни одной проповеди в храмах на эту тему, ни у православных, ни у сектантов в их синагогах. Что такое я? Видимое и невидимое. Человек дуалистичен, состоит из тела и души. Любить значит содействовать, помогать, устроять все так, чтобы достигнута была цель. После грехопадения человек сделался смертным и кратковременным. Любить себя означает вернуть себя, как человека, в первозданное райское состояние, и отметать все, что препятствует этому, и всячески культивировать все содействующее этому. Пример. Бабушки и дедушки безумно любят внуков. В чем выражается эта любовь? Ответ один. Спи дольше, ешь больше. Закармливают шоколадками, пестуют в тепле, в избытке, с ущербом для своих мизерных пенсий. Еще немного, и стоматолог будет ваш домашний врач, а участковый инспектор – желанный гость. Развращая внуков, старики губят и себя. Жизнь проиграна. Песок весь просыпался. Прище 18.1 Прихоти ищет своей нравной, восстает против всего умного. 2 Тимофея 4.3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху. 1 Коринфянам 9.23.27 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощая тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 2 Корейская 4.14 Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм, и не родя жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх, полестры, по призыву бросаемого диска. Пожалуйста. Измеряющие свою плоть для того, чтобы утончить ее и возвысить дух, любят ли сами себя? Сирахов 30.11 Не давай ему воли в юности и не потворству и не разуме его. Человек, который не имеет высшей цели, он и не может к ней стремиться, поэтому и живет без напряжения. Ян Амос Каменский считал, и это ныне доказано, дознано опыта, что нормально развитый человек использует всего лишь около 3% своих потенциальных ресурсов. 97% остаются невостребованными, зарытыми, не отданными в рост, и за это придет расплата на страшном суде. Любить себя значит все время понуждать себя в кревности в деле спасения, преображаться в образ Христа. И ближнего влечь к тому же, тебя будут обвинять в суровости, жесткости и жестокости. Я являюсь основателем и бессменным руководителем православного детского трудового лагеря Стана, в честь еще намутчика Климента Анкирского, вот уже 28 лет. Главная движущая сила лагеря – любовь к детям. И она выражается не только в хорошем питании, но и в раннем, в 5.00 подъеме и физическом наказании, за что против меня уже несколько раз прокуратура пыталась возбудить уголовное дело, наусканное коммунистами. Сирахов 30 стих 1 «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им». По милости Божией, мне есть замена уже для проповеди в храме, для занятий в университете, для работы в тюрьме и в детском лагере. Постепенно я сдаю все свои полномочия, но на одну должность мою по сегодняшний день нет кандидатуры. Это быть следователем, прокурором и палащом-экзекутором в детском лагере Стане. Это настолько тонкое, опасное и редкое в смысле правильности исполнения занятия, что я его никому доверить не могу. Без физического наказания дети делаются неуправляемыми, как всюду в школах и в безбожных лагерях. И тогда существование нашего лагеря Стана теряет смысл. «Безбожные учителя, воспитатели-развратители вкупе с различными представителями власти пытаются задушить нас, оспаривая наше христианское воспитание. Пугают уголовными статьями масонской конвенции прав ребенка. Но по сегодняшний день Господь чудно хранит оазис чистоты и святости, наш детский православный лагер Стан. Любить себя нужно так, как заповедует Господь. Не щадить свою плоть для возвышения духа». Евреям 12.6 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимают». «Все». Продолжение следует...